Добрый день, уважаемые коллеги. Мы, по-моему, в таком широком составе ещё и не собирались. Но встреча наша проходит в преддверии Международного дня прав человека. И мне очень приятно видеть в этом зале всех коллег, которые занимаются правозащитной деятельностью практически во всех регионах Российской Федерации. Я говорю практически во всех, сейчас скажу об этом чуть подробнее, потому что всё-таки не в каждом субъекте ещё созданы соответствующие структуры. Вначале я хочу сказать, что мы, конечно, будем заниматься совершенствованием и принимать участие в работе по совершенствованию норм международного гуманитарного права. Но прежде всего, конечно, будем развивать свою собственную нормативную базу и свои собственные российские правозащитные организации. Вот недавно в этом зале прошло очередное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека и по его итогам. Накануне этой встречи мы сформулировали с коллегами из администрации соответствующее поручение. На сегодняшнем заседании обязательно, наверное, вернёмся к ряду этих вопросов. И я с удовольствием услышу ваше мнение о том, как нам нужно совершенствовать нашу работу. Особая роль в защите прав, конечно, принадлежит Институту Уполномоченных по правам человека. Такие структуры созданы сейчас практически во всех регионах и по тем же направлениям, что и на федеральном уровне. Со времени нашей встречи с региональными Уполномоченными летом 2012 года есть определённый прогресс. Однако ещё не во всех, как я сказал, субъектах федерации эти институты созданы и не везде они учреждены. Подчеркну, где бы ни проживал гражданин России от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Севастополя, у каждого гражданина должна быть возможность защиты своих прав через Институт Уполномоченных. Это особая структура, которая независимо от органов власти и наделена государством высокой миссией поддерживать и отстаивать права человека. И зачастую, когда они нарушаются или ущемляются, сюда, к вам, уважаемые коллеги, обращаются, как к последней инстанции. И практически всегда люди находят у вас отклик, понимание, стремление восстановить справедливость. Поэтому растёт число обращений в адрес Уполномоченных как на федеральном, так и на региональном уровнях. Люди приходят к вам, когда их не услышали, когда власть их не услышала, проигнорировала или осталась равнодушной к их законным требованиям или люди, когда сталкиваются с неуважением их законных прав. И, что приятно отметить, очень часто, конечно, не всегда, но очень часто всё-таки вы добиваетесь положительного результата. Конечно, здесь нужен особый характер, особый настрой душевный на такую работу, потому что исполнительных функций, каких-то властных полномочий у вас нет. Поэтому здесь, конечно, нужна и настойчивость, и профессионализм, и уверенность в своих правах, уверенность в том, что вы делаете право и нужное дело. Для регионов авторитетные, влиятельные, уверенные в своей правоте омбудсмены – это большая сила. Именно с мнением таких людей, с их позицией считаются представители органов власти, учитывают их рекомендации, то есть ваши рекомендации. Относятся как к равноправным партнёрам, и в результате, конечно, выигрывают люди, должны выигрывать люди. Такая ситуация, к сожалению, тоже должен об этом сказать, наблюдается не везде, не во всех субъектах Российской Федерации. Известны случаи, конечно, и бюрократического формального отношения к самому институту уполномоченных по правам человека, назначения на эти должности у людей, приближённых к власти, зависящих от власти. Конечно, с таким подходом далеко не уедешь, и результата получить, наверное, не удастся, ожидаемого результата. И я, конечно, прошу своих представителей в федеральных округах тщательно проанализировать, как обеспечивается полноценная и независимая, что очень важна, деятельность региональных уполномоченных. Мы все должны понимать, насколько важна работа этого сообщества, которое руководствуется исключительно интересами людей и защищает их права, опираясь на свои полномочия, закон и на свою совесть. Нужно оценить их непредвзятые, ценить их непредвзятые, основанные на постоянных контактах с гражданами, устремления к наведению порядка и справедливости. В этой связи несколько слов о развитии законодательства. Недавно на встрече с Эллой Александровой Панфиловой мы обсуждали предложение по совершенствованию закона об ополномоченном по правам человека в России. Он был принят, этот закон, ещё в 1997 году и, наверное, нуждается в актуализации. Речь идёт о повышении статуса и укреплении гарантии работы региональных уполномоченных. На нашей встрече два года назад мы уже касались этих вопросов, но за это время, конечно, ситуация изменилась и у нас в стране, и вокруг нас. Хотел бы сегодня, конечно, услышать, насколько эффективно законодательство, регулирующее вашу деятельность, работает, и, может быть, услышать и ваше предложение по его совершенствованию. Уважаемые коллеги, институт уполномоченных по правам человека состоялся, несмотря на то, что есть и определённые вещи, которые нуждаются в доработке, как я уже сказал. Тем не менее, сам институт, безусловно, состоялся и значительно укрепился в нашей стране. Он нужен, он востребован обществом. Именно здесь люди находят поддержку в защите своих социальных, трудовых, жилищных, экономических и политических прав. Но сегодня есть и другая тенденция. Граждане часто сами намерены защищать свои права, участвовать в реализации этих прав. Может быть, вы слышали вчера при оглашении послания Федеральному собранию, я тоже об этом отдельно говорил. Мы, разумеется, будем поддерживать позитивный, созидательный настрой общества, обеспечивать пространство свободы для самореализации каждого человека. И уверен, что и ваша правозащитная деятельность будет направлена именно на это, и вы будете, как и до сих пор это происходило, вносить весомой вклад в создание равных возможностей для всех. Вы накопили огромный опыт работы с людьми, знаете, как действуют механизмы общественной поддержки, как объединить граждан для решения многих вопросов и насущных проблем. И, конечно, наша сегодняшняя встреча, надеюсь, пойдёт на пользу для того, чтобы внести какие-то необходимые коррективы в нашу работу и, соответственно, наладить государственный механизм на вашу поддержку. Большое спасибо вам за внимание.